В первой части обзора ЖК Кленовой аллеи мы добрались до комплекса от МКАД и рассказали о транспортной доступности. Узнали о составе комплекса и сроках реализации, о технологии строительства и архитектуре, о классах домов и их отличии, о метраже и стоимости квартир. Посмотрели на удобство планировок. Александр, расскажите поподробнее о подделке. В каком виде люди будут получать свои квартиры? Без отделки и далее, то есть какие там есть, то, что в них добавляется? Угу. Если покупают квартиру без отделки, то это черновой вариант, когда вам нужно будет уже полностью и стены возводить самим, то есть трассировка в один кирпич выложена, вы просто стены выкладываете самостоятельно. Будут подведены все коммуникации, электричество, вода, счетчики горячей, холодной воды, радиаторы, отопление, остекление, балкона, комнат и входная металлическая дверь. Металлическая дверь, да? Да, да, входная металлическая дверь. Разводка, отопление по полу, да? Разводка, да, по полу. А вот окна какие? Двухкамерное теплое остекление, профиль рехау либо КБЕ. А балконы у вас лоджии, да, так понимаю? Да, лоджии. Холодное, однокамерное остекление, алюминиевый профиль. Что добавится в квартиры, по-моему, предчистовая, да, у вас? Да, предчистовая отделка, это означает то, что жителям нужно будет уже сделать только чистовой ремонт, то есть положить ламинат, поклеить обои и сделать потолки, сантехнику, мебель. То есть весь черновой ремонт мы делаем самостоятельно. Стоимость такой отделки 6 тысяч рублей за квадратный метр. Стены, шпаклевка? Да, стяжка, стены возведены, отштукатурены, розетки, выключатели, все это уже выведено, то есть не нужно будет потом штробить заново, то есть это уже все будет предусмотрено. Следующий отделки какие? И также три вида чистовой отделки представлены, базовая, комфорт и бизнес. По стоимости это будет 11, 14 и 16 тысяч рублей за квадратный метр. Отличие следующее, это то, что используются другие материалы, поэтому цена, соответственно, повышается. А так в чистовую отделку входит ламинат, обои под покраску, натяжные потолки, двери межкомнатные, естественно, в санузле наливные полы, плитка, также натяжные потолки. Естественно, сантехника вся, ванна, раковина, унитаз, полотеносушитель, то есть все уже готово. Еще читал вашу проектную декларацию, увидел, что предусмотрены водовые, где они будут? И может по стоимости уже все это известно? По стоимости не сориентируюсь сейчас, потому что с продажи пока кладовые помещения не поступали, кладовые помещения будут располагаться на минус первом этаже. Не во всех домах, но практически во всех. А метраж известен? Метраж, судя по нашему проекту Южная Бунина, примерно от 3 до 8 квадратных метров. И как будет вопрос решен с парковками? Будут ли какие-то гостевые паркинги, будет устроиться какой-то паркинг? В нашем проекте реализована концепция двор без машин, поэтому будут предусмотрены гостевые паркинги за территорией домов. И также мы будем строить наземный паркинг. В продаже будут машины-места примерно от 400 тысяч рублей. Но большой паркинг там парит все вместе? Да, у нас будет два наземных паркинга. И когда появится первый? Первый, второй очереди строительство. И раз затронули благоустройство, дворы без машин, что будет еще делаться в этом парке? Дворы без машин. Также у нас будут сквозные входные группы, то есть можно будет зайти в подъезд как с улицы, так и со двора. Дворовые территории будут с детскими площадками для разных категорий, для разных возрастных категорий. И предусмотрены площадки для занятия воркаутом, кроссфитом, продуманные велосипедные маршруты по всей территории проекта. То есть в плане спорта можно будет заняться чем угодно. Какие будут входные группы? В входные группы будет безбарьерный вход. То есть никто не мешает, чтобы в этих подъезд? Нет, никто не мешает. То есть для мам с колясками можно будет свободно заходить. Да, да, на уровне земли. Также консьержа у нас не будет, но у нас при этом предусмотрено видеонаблюдение по всему проекту, профессиональная охрана. То есть за безопасность можно быть спокойным. То есть не консьержик такого ничего? Нет. С окружающей инфраструктурой уже сейчас все обстоит неплохо. Во многом благодаря активно развивающемуся соседнему микрорайону Новый Ватутенький Центральный. Его обзор я, кстати, делал. Можете посмотреть на нашем портале. Там уже сейчас работает три детских сада, две школы, построена поликлиника. Садики и школы есть еще в поселке Ватутеньке. Огромное количество коммерческой инфраструктуры в Новых Ватутеньках. Продуктовые сетевые супермаркеты, кафе, аптеки, салоны красоты, Сбербанк. В общем, всего полно. Идти до соседнего микрорайона минут 10-15 пешком. А если еще откроется вся запланированная инфраструктура в Кленовых аллеях, то станет здесь не хуже, чем в Москве. Также на противоположной стороне Калушки, по направлению Армейской улицы, расположена спортивная база ЦСКА. За бассейном, тренажерным и гимнастическим залами, футбольными полями, игровыми площадками и залами для многих видов спорта. И уже решен для автомобилистов вопрос заправки автомобиля. По центру территории здесь целый автозаправочный комплекс, я бы его назвал, где есть и АЗС, и магазинчик, автомойка, и шиномонтаж. А заправка вот эта, которая по центру вашей территории, она здесь останется? Да, заправка останется, но мы специально предусмотрели, не строим дома рядом с заправкой. За заправкой у нас будет строиться как раз-таки паркинг. Экология в этих краях в целом нормальная. Из минусов могу отметить только близко проходящее Калужское шоссе и хиленькую промзону западной страны с какими-то стройматериалами, складами и компанией по производству навигаторов. В остальном, с одного бока комплекс граничит с коттеджными поселками, которым я не позавидую в ближайшее время. А с другого бока, за Калужским шоссе, раскинулся большой лес. Так что, если смотреть в ту сторону и не опускать глаза вниз, то можно наслаждаться вполне приятными живописными видами. И еще рядышком протекает река Десна, около которой можно порелаксировать в оздоровительных комплексах. Комплекс ваш начал строиться совсем недавно, поэтому на форумах еще никаких скандалов он мной замечен не был. Но есть небольшое смущение у людей по поводу того, что очень близко некоторые корпуса расположены к Калужскому шоссе. То есть будет что-то делать для комфорта жителей. Да, это одно из постоянных возражений наших клиентов. Естественно, мы будем от Калужского шоссе ограждаться шумозащитными экранами. И также нашими архитекторами предусмотрено то, что высокие секции, они располагаются ближе к дороге. И в торцевых квартирах не предусмотрено окон с выходом на Калужское шоссе. Группа компании МИЦ основана в 1999 году. В холдинг входят разнопрофильные структуры девелоперского, строительного и риэлторского направлений. Входит в число 40 самых надежных застройщиков Москвы и области. Крупные проекты компании. Жилые комплексы Новоград-Павлино, Зеленые аллеи, Южная Бунина, Татьянин парк, Кленовые аллеи, Коммунарка. Вот и о Кленовых аллеях вы теперь тоже все знаете. Комплекс, на мой взгляд, оказался очень схожим с соседним МИЦовским проектом Южная Бунина. Оба только недавно начали строиться. Оба на Калужском шоссе со схожими концепциями, архитектурой, отделками и так далее. Решайте, какой вам больше по душе. Ну а МИЦ хочется пожелать, чтобы такие объемы хватало желающих. Если хотите узнать еще больше информации, то переходите на наш портал Квартирный контроль. Здесь есть страницы, посвященные этим ЖК, где вы можете следить за динамикой цен на квартиры, читать дополнительную информацию, смотреть фоторепортажи о ходе строительства и принимать участие в обсуждении жилых комплексов. Также на нашем сайте вы можете получить информацию по другим новостройкам Москвы и области. Желаю вам правильного выбора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова